так последнее по этой плате видео надеюсь что последнее может еще карту придется другую видео купить помощнее это же тот 310 чипсет и оставил я только диск msato там два раздела на одном стоит макось он 120 на другом стоит восьмерка восьмерка я специально поставил ставил семерку там драйвера не работают usb 3 0 на восьмерке все окей вот сейчас покажу закреплю она не держится в общем восьмерка прекрасно работает то есть установилась она стандартным способом с обычного DVD диска версия правда 8.1 ну она поновее и у нее пуск есть уже как бы довольно удобная по драйверам практически все стало внутренний только интегрированный видео адаптер 630 UHD графика нету драйвера я с десятки пробовал и редактировать целый день мучился а nvidia дискретная работает нормально то есть если отключить bios у меня сейчас включена просто пэк по умолчанию и несколько мониторов то есть он и подхватывает внутреннюю графику но это специально поставил для того чтобы маки попробовать как она будет работать и если отключить принципе оставить только дискретку она на ней работает прекрасно вот завелась как обычно я же говорю остальные драйвера где она тут прыгает остальные все вот usb 3 0 все как бы работают порты быстро работает и диск очень быстро работает туда же оценка где-то я делал ну карточка слабая поэтому слабая оценка по карточке перспективе надо купить два варианта для mac оси подойдет только rx 580 или 560 хотя бы или старую брать gtx 660 она версии новой поддерживается а в остальном все и диск и память и процессор быстро работает несмотря на то что это бюджетная конфигурация вот так что восьмерку можно смело ставить и удобство в чем что можно отключить вот эту штуку где тут настройка параметров вот так вот поставить и как бы можно не переживать что обновление когда поползут как в десятке непонятно где ловить очередной синий экран вот и второй нюанс здесь нет этого долбаного интегрированного защитника но он есть он не включен сюда можно свою антивирусную программу поставить и как бы также не будет жрать ресурсы компьютера и ну комфортно работать то есть самостоятельно управлять вот в этом преимущество ради этого стоит в принципе не семерку ставить а восьмерку и пользоваться теми же преимуществами как семерки в принципе все отлично работает лучше я хотел сказать проверить видео очень быстро работает диск вот это то дата вообще скорость такая не успеваешь крутить настолько быстро что принципе я доволен и explorer хорошо работает 11 сразу стоит вот ну при установке тут вроде бы все то есть восьмерку 8.1 можно ставить не знаю как за 8 8.1 я поставил потому что она я же говорю из удобства пуска в принципе самые основные ярлыки здесь или здесь вот крутятся можно добавить это не так то и трудно с ними пользоваться можно какую-то стандартную еще панель поставить но по сути ядро здесь такое чуть лучше чем семерки и быстро работает и без проблем я же говорю все порты работают пум-пум-пум-пум-пум что еще чтоб не забыл да в общем то тут больше добавить нечего надо ставить видеокарту а вот сейчас я перезагрузку включу я ее ставил с диска но так как у меня стоит загрузчик хамелеон не хамелеон а кловер ну для макоси он прописал папку эфи в кловер эфи да и по умолчанию загрузчик у меня загружает сразу две системы я и не думал что так получится даже не понадобилось переустанавливать кловер то есть активным разделом остался эфи 1 а файлы как бы он добавил в папку сейчас если получится покажу вот это сейчас вот восьмерка загружается если выберу макось то будем надеяться что загрузится я же говорю потому что менял настройки в биосе добавил видео интегрированное я его отключал до этого он загружался нормально ну а так карточку надо конечно пошустрее ставить вот нормально загружается и работает я же говорю на 730 графике в принципе так ну приемлемо как для бюджетника не в полном как бы заводе графика но что интересно она вот где графика показывает что 630 стоит и 730 но на это он работает а это как бы она там она в принципе только в макбуке в новом и в макмине это там процессор с индикатором б там она немножко но другая по спецификам и патчить коннектор и там для того чтобы ей пользоваться особого смысла нет она не такая резвая надо просто купить видеокарточку помощнее и в принципе новая система будет работать нормально это же у нас 14 2 ну и надеюсь что обновления будут работать тут тема красивая вот она позволяет внешне ей gpu подключать если порт есть type-c она на платах подороже еще я же хотел показать вот когда я устанавливал восьмерку это все равно все тестовая это не не основной компьютер это побаловаться вот в раздел эфи она создала свою папку microsoft при загрузке и в ней файлы вот для загрузки системы и кловер их видит я даже не думал что он так оригинально получится и принципе загружает отлично вот в инжектировании вот его графики для того чтобы обе карты мне пришлось инжектировать intel и nvidia и он обе карточки как бы видит собственно все внешний звук у меня отдельная звуковая карта но скажем где-то я драйвер нарыл если кому-то не хочется где-то загрузки как бы звук заводить сложно вот есть с 800 у меня 80 87 кодек стоит вот два расширения патчет он apple hd она заменяет и включает его и в принципе их достаточно перетянуть на кексто утилиту и я ставил на параллельную систему отлично и звук заводится 887 кодек и в принципе появляется еще и интегрированная звуковая карта как дополнение но в маке есть смысл ставить хорошую карту для этого шон как бы и придуман в нем очень хорошо это все звучит поэтому а кстати я не пробовал песни вас радиомагазин я не пробовал фильмы отсюда идут или нет работает или нет где-то трейлер а вот потянет или нет не знаю может и не потянуть из-за графики да это показатель того что видео заведено не полностью а локальные локальные все тянет нормально ну звук хороший да вот youtube отлично работает то есть все остальные видеки тянет только вот и нету полного ускорения надо карточку просто помощнее ставить и все ну на этом собственно и все то есть восьмерку стоит ставить и пользоваться на эту плату